Привет дорогие друзья! Ну так что, что там с Вагнерами и что там будет? Прямо сейчас, вот на момент записи этого видео, пришла информация, она не подтверждена, эта информация, но тем не менее ее озвучат. Российские источники, в частности некоторые ненавистники Пригожина, о том, что он находится сейчас, прямо сейчас в Российской Федерации. Причем со всем своим штабом и находится на переговорах. Ранее стало известно, что два борта, которые принадлежат Пригожину, вылетели из Беларуси. Были ли они с Пригожиным или без, мы не знаем. Но они транспондеры отключили перед посадкой, один полетел в Санкт-Петербург, второй полетел в Москву. В моем частном телеграм-канале мы ночью ждали определенную ситуацию, потому что есть информация по неким шагам силовиков в отношении Вагнеров. Но за всем этим немножечко забыли сливы, вы помните, сливы Пентагона. Что украинская разведка якобы рассматривала удары по российским войскам и наемникам ЧВК Вагнер в Сирии, прикрываясь местными курдами. Но Зеленский якобы свернул операцию, как в свое время свернул операцию с вагнеровцами в Беларуси, что обернулось крупным скандалом. Однако, судя по информации СМИ, удар по Вагнерам в Сирии все же нанесли. Но не украинская разведка. Итак, 27 июня арабский телеканал Аль-Хаддад со ссылкой на свои источники сообщил, что в трех центрах Вагнера прошли обыски. В Дель-Эс-Зохре, Хаме и Дамаске. Новость показали в телеэфире, обратите внимание на подпись. Задержаны по меньшей мере трое высокопоставленных офицеров. Также говорится о задержании главы отделения ЧВК в С-Сувейде. По факту, группировка якобы взята под контроль, причем нейтрализовала ее российская армия вместе с сирийскими спецслужбами. Интересно то, как данную новость начали совместно опровергать российские источники. Связанный с Вагнером канал и именной канал командира Уткина пишут, что информация о задержании не соответствует действительности. Что правда не исключает возможности обысков. Другие каналы тоже не подтверждают. Их источники с мест работали как работают. Некоторые публикуют более развернутые комментарии, что ничего не происходит. Мол, у Вагнеров такая развернутая инфраструктура, что заблокировать не так-то просто. А если такие попытки будут, то это сильно ослабит. Ослабит сами вооруженные силы Российской Федерации. Да и плюс сирийцам не нужна никакая заваруха и никакой кач, потому что они только-только вошли в Лигу Арабских Государств. Что тоже имеет смысл. Кстати, то ли для пиара, то ли просто в рамках отчетности ВКС России опубликовали видео поражения объектов Хаят-Тахрир-Аш-Шам на юге Идлиба. Однако о том, что какая-то паранормальная активность в Сирии все же началась, свидетельствуют странные вылеты самолетов. Самолеты летали из Чкаловского на авиабазу Хмей-Мин и обратно в Российскую Федерацию. Причем борт не абы какой, а Ил-62М, который использует Генштаб РФ. И он оснащен специальными средствами связи и шифрования. Также СМИ сообщают, что ведется расследование вокруг тех, кто имел связи с Вагнером в прошлом в качестве меры предосторожности. А что это значит имел связи? Смотрите, если даже не происходит арестов, то план Путина по интеграции ЧВК в Минобороны на самом деле сейчас притворяется в жизнь. Как там он говорил? Заключить контракт, вернуться к родным и близким или пойти в Беларусь. Дедлайн подписания как раз таки 1 июля. Очень, сейчас вспоминают недавний рассказ Пригожина, еще до бунта, как в феврале 2018 года Вагнер был разгромлен в Хашами. По его утверждению, ИГИЛ тогда прикрывали морпехи США, а ЧВК Вагнеру нужна была поддержка с воздуха. Внезапно в воздухе оказалось все, что летает и ударило по Вагнерам, ударила там стратегическая авиация, ударило по путям их отступления. Это был разгром. Оказалось, американцы предупредили Минобороны Российской Федерации, Генштаб о том, что если Вагнера пойдут вперед, их уничтожат. А Минобороны забыли, забыли передать их предупреждение ЧВК Вагнер, тем самым намеренно подставив их. Когда Пригожин об этом стало известно, он отправился в Москву, поймал Шойгу на торжественном приеме в Кремле. Я подошел к нему и спросил, могу ли я с вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля. Он повернулся, спокойно и надменно ответил. Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале. Он обвел рукой окружающих в дорогих костюмах. А вы просто берега попутали. На этом разговор закончился. По некоторым данным, тогда погибло более 200 человек, причем Минобороны сделали все, чтобы у Вагнера не было даже ПЗРК. При этом для руководства стало полнейшим шоком то, что их подставила своя же власть. Поэтому, если в Сирии понятно, что вагнеровцам, которые сейчас пребывают в состоянии шока, наверное, придется слиться с Минобороны, потому что иначе их позиции просто начнут планомерно сдавать тем же самым американцам, подставлять их под удары, просто подставлять. Будут подставлять свое собственное, Минобороны. И у них другого выхода нет. Американцы уже очухались. То есть, они не вводили санкции. Сейчас понеслась опять. Но что делать тем, кто на юге? Что делать вагнерам, которые там в Африке? И вот на эту тему сейчас эксперты спорят. Одни говорят, что в странах, чьи лидеры использовали вагнер для укрепления власти, сейчас зреет беспокойство из-за будущего этой группы. Ходят слухи, но слухи уже прокрались в Вашингтон-Пост. Впрочем, мы же понимаем, что интерес США здесь прямой, поэтому это может быть специальные слухи. Но тем не менее, что руководство ЦАР и Буркина-Фасо не очень довольны тем, что в руках вагнеров сейчас находятся значительные ресурсы этих двух государств. И якобы они подумывают о том, чтобы обращаться уже за помощью к Соединенным Штатам Америки. Еще раз повторю, это сливает американская пресса. Поэтому тут надо внимательнее следить. С другой стороны, что будет с вагнерами? Публично же представители этих государств говорят о том, что нам все равно, хоть Чайковского там пришлите. Но они объясняют, что им что вагнер, что бетховен. Другие аналитики считают, что вагнер там попросту незаменим. Потому что при небольших инвестициях в Африку, вагнера там обеспечивают мощнейшее влияние. И они там любимы, уважаемы. И что самое главное, для Африки их боятся. Несмотря на страхи западных соседей, мы крайне скептически относимся к высказываниям о том, что вагнер может пойти куда-то на страны НАТО. Может ли он пойти на Киев? Ну может, но разве что для того, чтобы уже полностью утилизировать остатки группировки. Смотрите, Бахмут сколько брали. Если раньше даже для новой мобилизации нужны были причины, то сейчас, после того, как ситуация показала, насколько сплочены силовики вокруг президента Путина, такая причина должна быть очень и очень серьезной. Короче, серьезно обсуждать заход в Киев не хочется. Потому что для этого действительно нужны какие-то слишком большие основания для того, чтобы так рискнуть. Но, скорее всего, это будет очередная ссылка на Юг. Но там они будут переставлять интересы уже не только Российской Федерации, но вчера еще эта страна звучала, а сейчас звучит вполне, но и Беларуси. Беларуси, как самостоятельного игрока, уже с ядерным оружием и с одной из самых мощных армий. У меня все. Пока.